У тебя Outlip Hardway CRM1 У меня Outlip Hardway CRM1 этого года 2024 Он в полном стоке Единственное, что было сделано, полное ТО Перебрали все подшипники, потому что все было сухое Куча мусора По отзывам у всех так Этот велосипед не был исключением Резина тоже осталась стоковая Все понравилось в ней По асфальту идет классно, все хорошо Но на грунтах не хватает зацепа У Димы более зубастая резина Он себя более уверенно чувствовал на некоторых участках дороги Меня оттаскало, пару раз там упал В остальном велосипедом доволен Справился он отлично с грузией По тормозам хотелось бы гидравлику Чтобы держало лучше на спусках Вот последние два дня у нас были спуски затяжные И тормоза перегревались Прям чувствовалось, что их немножко не хватает Подрегулировал, стало получше Колодки износились за этот поход уже прилично Впереди у меня стоит 40 звезда Сзади 11.46 В принципе на всех подъемах мне хватало Больше Если бы сзади было больше Или спереди была бы меньше Ну, наверное, я бы уже просто физически сам не вывез Потому что колеса прокручивались И очень тяжело было ехать Поэтому этой системы Более чем достаточно Поменял бы резину однозначно Пусть более шумную Но Более зубастую какую-нибудь взял бы На велосипеде установлена Система микрошифт сворд Одна звезда спереди Десять сзади Пластиковые ручки До этого у меня был Outlip Hardway 22 года Алюминиевый То есть я сознательно Взял в этот раз стальной По отзывам Что как бы на нем комфортнее И на самом деле На алюминиевом Как-то он намного жестче На нем классно по асфальту Но по грунтам Прям это Иногда казалось, что зубы выпадут А стальной Хромолевый Он намного комфортнее Как мне показалось Он идет помягче Как будто рама Она немножко отыгрывает Все вот эти неровности По переключателям Нареканий нет Переключают четко Проехали более 400 километров Был дождь Была грязь Все работает Все замечательно Переключатели не трогал Это мой первый большой поход На велосипеде До этого были ПВДшки там На один-два дня На одну-две ночи Поэтому для меня Это такой эксперимент И по велосипеду И по сумкам Задняя сумка Не болталась Все хорошо В ней находится спальник Одежда Для сна И пуховик По ней Все отлично Внутрирамную сумку Я шил сам Перед поездкой Потому что уже не Успевал нигде заказать В ней всякое барахло Которое нужно Запасные камеры На старом велосипеде У меня вместо Вот этих сумок Были кейджи И гермомешки Очень было неудобно Взял Реноволки Шестилитровые С этой Быстросъемной системой Очень понравились Единственное Что они Болтаются И где-то на грунтах Прям Сильно так Шатают велосипед Нарульная сумка Тоже какая-то китайская И Здесь Всякая электроника Кормушки Тоже шил сам Пенка Пенка толстая Занимает очень много места И я вот Таким вот способом Ее креплю Но это очень неудачное решение В одном месте Ехали по грунтам У меня лопнула резинка Попала в колесо Намотала на втулку Ладно Хорошо хоть не упал Лучше бы Какие-то вот такие стропы Что-то нужно Понадежнее А в идеале Я думаю Я буду искать Замену этой пенки Более компактную Либо широкую Чтобы крепить На заднюю сумку Спал я на надувном коврике И вот эта пенка У меня Была просто Как подстилка Чтобы Не проткнуть Коврик Надувной Поэтому Такая толщина Она в принципе Избыточна Нужно что-то Покомпактнее Потоньше У меня с собой Было три фляги Литровая 0,7 и 0,7 Тоже Это очень много Для грузии Вода здесь Попадается Довольно таки часто И в принципе Двух фляг Было бы за глаза Потому что Ту я даже Ни разу Не доставал То есть она всегда Полная И Не нужна Поставил Я не знаю Как он называется Вынос на руль Для фонаря Я взял с собой Фару Велосипедную Она ни разу Не пригодилась Тоже оказался Лишний вес Потому что Всегда Ставили лагерь Мы засветло И Фара Она не нужна Сзади У меня Была Мигалка Маген Очень она Мне понравилась Про нее Отдельно Потом запишем Ну и наверное Все Мы собираемся Точнее мы уже Собрались Записали Маленький обзор На велосипед Выпустим его Отдельным роликом Возможно Даже вперед Грузия За нами Частота Весь мусор У нас с собой Все собрали Короче Поляна Даже чище Чем была Когда Мы сюда приехали Маленький обзор